Международный аэропорт Сочи-Адлер, крупнейший во всем южном федеральном округе России. Находится в Адлерском районе так называемого «Большого Сочи». Обслуживает не только сам город, но и ближайшие населенные пункты – Хоста, Туапсе, Джубга, Архипа-Осиповка и многие другие. А также – Абхазию, от границы с которой до аэропорта – всего 13 километров. Общее население территории обслуживания – примерно 900 тысяч человек. Годовой пассажиропоток составляет около 5,7 миллиона человек. По этому показателю в России впереди только Шереметьево, Домодедово, Внуково, все – в Москве, а также Пулково, Санкт-Петербург. Самолеты садятся и взлетают достаточно часто. В зимний сезон их количество заметно уменьшается, но, тем не менее, круглогодичные рейсы в расписании имеются. В 1989-2007 годах построен современный пассажирский терминал, который отвечает всем действующим требованиям. Код ПАИАТА – AR, код ПАИКА – URSS, эксплуатант, компания – базы ЛАЕРА, входи в холдинг – базовый элемент. Интернет-сайт, адрес – 354355, Сочи – А355, аэропорт. Как добраться из аэропорта Сочи до города на электричке на данный момент по маршруту Сочи – Адлер? Аэропорт Сочи курсирует четыре пары современных электропоездов, электричек, ласточка, в день. Все они проходящие, то есть, железнодорожный вокзал является для этих составов промежуточной, а не начальной станцией. Аэропорт – конечная. Между Сочи и аэропортом электричка Сочи-Адлер делает остановки на станциях Мацеста, Хоста и, собственно, Адлер. Все поезда ходят ежедневно, изменений для выходных дней в графике не предусмотрено. Цена билета от главного ЖД вокзала до аэропорта составляет 155 рублей для взрослого пассажира и 38 рублей и 50 копеек для ребенка. Номер 6003 – Истуапсе. Сочи – с 9 часов 58 минут до 10 часов. Мацеста – с 10 часов 9 минут до 10 часов 10 минут. Хоста – с 10 часов 19 минут до 10 часов 20 минут. Адлер – с 10 часов 30 минут до 10 часов 37 минут. Аэропорт – прибытие – 10 часов 46 минут. Как добраться до аэропорта Домодедова на электричке Общее время в пути до станции аэропорт – 46 минут. Номер 6009 – Истуапсе. Сочи – с 14 часов 47 минут до 14 часов 54 минуты. Мацеста – с 15 часов 3 минут до 15 часов 4 минуты. Хоста – с 15 часов 13 минут до 15 часов 14 минут. Адлер – с 15 часов 24 минут до 15 часов 25 минут. Аэропорт – прибытие – 15 часов 34 минуты. Общее время в пути до станции аэропорт – 40 минут. Номер 6011 – Истуапсе. Сочи – с 19 часов 11 минут до 19 часов 13 минут. Мацеста – с 19 часов 23 минут до 19 часов 24 минуты. Хоста – с 19 часов 34 минут до 19 часов 35 минут. Адлер – с 19 часов 45 минут до 19 часов 46 минут. Аэропорт – прибытие – 19 часов 55 минут. Общее время в пути до станции аэропорт – 42 минуты. Номер 6015 – Из Лазаревского. Сочи – с 21 часа 46 минут до 21 час 53 минуты. Мацеста – с 22 часа 2 минуты до 22 часа 3 минуты. Хоста – с 22 часов 12 минут до 22 часа 13 минут. Адлер – с 22 часов 23 минут до 22 часа 24 минуты. Аэропорт – прибытие – 22 часа 33 минуты. Общее время в пути до станции аэропорт – 40 минут. Обратите внимание. Расписание может меняться. Детали стоит уточнять на официальном сайте или по телефону 8 800 775 000 по России бесплатно, плюс 7 499 605 2000 для звонков со всего мира. Оплата согласно тарифам конкретного оператора связи. Билеты на электричке Сочи аэропорт можно приобрести в кассах или через терминалы, установленные на вокзалах. Через интернет купить билет невозможно, да в этом и нет никакой необходимости. Как добраться до аэропорта Домодедово с Павелецкого вокзала на электричке расположен в центральном районе города. Рядом проходит современная автомагистраль А148, дублер курортного проспекта. С другой стороны от путей находится улица Горького. Здание построено в 1952 году и очень напоминает таковое в Симферополе. Всего путей 9, между ними устроены переходы. Компания «Аэроэкспресс» работала в данном регионе с 15 февраля 2012 года по 1 мая 2013 года. После этой даты курсирования поездов было продолжено, однако оператором линии выступала только ОАО «РЖД», но и оно прекратило движение скоростных поездов. На данный момент нет информации о возможном возобновлении деятельности под брендом «Аэроэкспресс», а компания сосредоточилась на работу только в московском регионе, Шереметьево, Внуково, Домодедово. Дополнительная информация, ранее существовал «Аэроэкспресс» 6531, следовавший без остановок из Адлера в аэропорт Адле. Но затем он был отменен. Запустят ли такой состав снова, неизвестно, но, скорее всего, нет. Также отсутствует прямое сообщение аэропорта со станции «Олимпийский парк», она же после переименования в 2016 году, «Эмеритинский курорт». Но доехать оттуда до «воздушных ворот» легко можно на автобусе 57-к, с раннего утра до позднего вечера есть, правда, «Ласточка», которую в интернете ошибочно называют «Аэроэкспрессом». Она делает по одному рейсу из аэропорта на курорт «Роза Хутор» и обратно. Но юридически это не «Аэроэкспресс», а обычная электричка, тем более, что промежуточные остановки все же предусмотрены, на станциях «Эста-Садок» и Адля. Билеты также пригородные, а не специальные. Маршрут номер 105, аэропорт, Сочи, ГЛК «Роза Хутор», через Кудепсту и Хосту. Примерно с 5 часов до 23 часов каждые 15-20 минут, после 21 часа, каждый час, маршрут номер 105С, аэропорт, Сочи, ГЛК «Роза Хутор», приблизительно с 6 часов до 23 часов, раз в час. В пути, чуть больше часа. Конечная остановка в городе находится возле МТРК «Маримол». Далее автобусы заезжают к центральному железнодорожному вокзалу. На заметку, стоимость проезда от Сочинского центра до аэропорта или в обратном направлении составляет 156 рублей. Звездочка-звездочка до других промежуточных остановок, соответственно, меньше. Оплатить можно наличными деньгами или бесконтактной банковской картой. Подвижной состав – это в основном современные и комфортабельные автобусы марок МАС, ПАС и других. Все приведенные выше маршруты обслуживает МУП «Сочи Автотранос». По вопросам их курсирования нужно обращаться непосредственно на данное предприятие. Горячая линия – плюс 7, 862, 227, 01, 29 и плюс 7, 862, 238, 40, 98. Сочинский аэропорт к общественному транспорту, который туда ходит, прямого отношения не имеет, поэтому за задержки или другие проблемы ответственность нести никоим образом не может. Компании, предлагающих услуги таксомоторных перевозок, в этом курортном районе огромное количество, выбрать действительно есть из чего. В среднем тариф от центра города до аэропорта на автомобили класса «Эконом» или «Комфорт» и на марке российской сборки на 4 пассажирских места, составляет 900 рублей. Звездочка важна, не стоит брать такси от бордюра, цена будет значительно завышена по сравнению с официальными перевозчиками, уровень сервиса, как правило, крайне низок, например, о детском кресле и возможности оплаты карты и заикаться не стоит. Нередки случаи обмана и даже прямых угроз со стороны водителей подобных нелегальных такси. Электричка. Сейчас в аэропорт Адлер. Адлер электричка отправляется в 11 часов 25 минут, 14 часов 9 минут, 17 часов 48 минут, 20 часов 21 минута. В пути до станции Адлер, 9 минут, до центрального железнодорожного вокзала, 42-44 минуты. Платформа соединена переходом со зданием аэровокзала. Везде установлены указатели, так что ошибиться будет непросто. Автобус. Маршрут номер 105, ГЛК Роза-Хутор, аэропорт, Сочи, через Хосту и Кудепсту. Отправление из аэропорта, в сторону города. Платформа соединена перехода. 12 часов 5 минут, 12 часов 35 минут, 12 часов 52 минуты, 13 часов 22 минуты, 13 часов 35 минут, 14 часов 5 минут, 14 часов 22 минуты, 14 часов 52 минуты, 15 часов 5 минут, 15 часов 35 минут, 15 часов 52 минуты, 16 часов 22 минуты, 16 часов 35 минут, 17 часов 5 минут, 17 часов 22 минуты. 17.52, 18.35, 18.52, 19.22, 19.35, 20.05, 20.22, 20.52, 20.52, 21.05, 21.35, 22.15, 23.15, 15.15, маршрут номер 105С, ГЛК Роза Хутор, аэропорт Сочи. 14.35, 15.22, 16.52, 17.35, 18.22, 19.05, 19.52, 20.35, 21.22, 23.35. Остановка находится прямо напротив терминала прилета. Важно! Электричка – это самый комфортный и быстрый транспорт, на котором можно добраться из города Сочи до аэропорта и в обратном направлении. На данном маршруте работают комфортабельные поезда типа «Ласточка». Правда, сейчас «Ласточка» Сочи аэропорт Сочи и курсирует всего-всего пять раз в день в каждую сторону, а это может быть очень неудобно для некоторых пассажиров, так как подстроиться бывает непросто. Но РЖД старается следовать за спросом, поэтому в периоды, когда потенциальных клиентов больше обычного, компания добавляет поезда, чтобы уехать могли все. Информацию об этом можно найти на официальном сайте, форма для поиска слева вверху. Тех же, кого расписание электричек все же категорически не устраивает, могут воспользоваться услугами автобусов, благо, их достаточно много, да и цены не кусаются, или взять такси. Существует, правда, значительная проблема в том, что ночью доехать до аэровокзала без такси вообще невозможно. Хотя, ночные рейсы есть, и их достаточно много. Сочинский терминал не закрывается на определенные часы, в отличие, например, от Анапского. Поэтому, если вылет самолета в такое время, остается только использовать вечернюю электричку, или один из последних рейсов автобуса. В обратном направлении это также актуально, прилетев слишком поздно и не имея желания тратиться на такси, придется ждать пяти часов утра. Ил попробовать договориться с одним из таких же пассажиров, чтобы разделить затраты на услуги таксиста, втроем или вчетвером получится ненамного дороже, чем электричка, либо автобус. Звездочка цены актуальны на июль 2018. Звездочка цены актуальны на июль 2018.